Продолжение следует... По-моему, это Олефанов Гена. В 90-м году он уже ушел, а до аварии он занимался резкой источников на блоках ВВР перед отправкой их на маяк на Нововоронежский АЭС. Он оттуда приехал. Рещик топлива. Специальность у него была в аварии. Крупный мужчина. Он работал у нас на могильнике Буряковка. И этот лес готовится к вырубке. На этом месте должна быть новая траншея. А вообще-то, конечно, мы много гектаров леса вырубили для того, чтобы захоронить выпавшие плутониевые следы. И особенно захоронить тот лес, который стал опасен в пожарном отношении. Он прожил. В зависимости от дозы, полученной во время аварии, эта доза составляла больше 13 тысяч рентген, как мы посчитали. Ну, то есть БР. 45. Этот лес захоранивали под себя. То есть, перед этим военные рыли траншею. Потом этот лес валили с помощью инженерных машин разграждения в эту траншею. И засыпали поверх вот этого сваленного леса чистый песок, который подвозили камазами или брали тут же. И на этот песок с помощью покровных культур, в качестве покровной культуры использовалась рожь. Почему покровной? Она называлась так за счет энергии, запасенной в зерне ржаном. И параллельно с этим ржаным зерном бросались семена кустарников. Эти семена, используя жизненную силу этого зерна ржаного, прорастали. И на месте рыжего леса выросли кусты. Своими ветвями и корнями они удерживают песок, насыпанный над загубленными деревьями, прожившими деревьями. А вот здесь будет новая траншея. И вот Алифанов как раз меряет под эту траншею, определяя дозу, которую получит тракторист или рубщик леса, кто будет заниматься подготовкой этой траншеи. Сейчас, в районе Буряковки, спустя 30 лет, ну где-то полмиллирентгена, самое большее. Здесь, конечно, у Алифанова намного больше. Здесь, наверное, миллирентген. 40 миллирентген. Вот, 40 миллирентген. 60. 70. 60. 90. 100. 91. 10. 70. 90. 60. 71. wert you out of? Продолжение следует...